Престол Кореи Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Престол Кореи Новая Династия. Это прямое продолжение игры Борьба за власть, ставшая чуть быстрее, чуть сложнее и при этом гораздо интереснее. Продается игра в картонной коробочке и содержит в себе стопку карт и набор разнообразных картонных жетонов. Правила игры в целом остались прежними, но в них внесено несколько важных изменений, поэтому рассмотрим их снова. Восемь карт сезона складываются в стопку по порядку, рядом с игровыми жетонами. Случайный игрок получает жетон первого игрока и можно приступать. Игровой раунд теперь состоит из пяти фаз, которые разыгрываются последовательно всеми игроками по часовой стрелке. Если игрок контролирует большинство путешественников во времени, он может замешать одного из них в колоду, чтобы взять жетон первого игрока и одно победное очко. Теперь откройте верхнюю карту сезона. На ней указано, сколько карт из перемешанной стопки нужно раздать каждому игроку. Игроки изучают эти карты и выбирают одну из комбинаций, которые выложат перед собой в закрытую. Либо сколько угодно карт одинаковых персонажей, либо строго две карты разных персонажей, либо одного персонажа и одно событие, либо ровно три карты события. Наконец, начиная с первого игрока и по часовой стрелке, каждый участник открывает карты и может применить эффекты тех персонажей, которых у данного игрока больше, чем у остальных. Эффект таких карт игрок может применять до, во время или даже после открытия новых карт. Главное, сохранять большинство на столе. Например, имея большинство оракулов и жетон ответного огня и или контратаки, вы получите жетон победного очка. Также на многих картах указан и эффект при входе в игру, но применить его можно только если вы играете эту карту вместе с картой события. Такие эффекты предоставляют одноразовые агрессивные действия по отношению к другим игрокам. Поменять местами персонажей на столе или даже уничтожить одного из персонажей. А сыграв ровно три карты события, возьмите жетон наследства генерала. Разумеется, все игровые карты и их эффекты подробно описаны в правилах. В последней фазе каждого раунда игрок проверяет, что число карт персонажей, лежащих перед ним, не превышает числа указанного внизу карты текущего сезона. Если их больше, необходимо сбросить излишек. При этом карты событий сбрасываются в обязательном порядке, если эффект карт не говорит иного. Теперь перемешайте все карты сброса и оставшиеся на руках у игроков карты вместе с колодой. Передайте жетон первого игрока и начинайте новый раунд, открыв следующую карту сезона. А по истечении восьмого раунда игра подойдет к концу. Игроки подсчитывают свои победные очки за имеющиеся жетоны, а за большинство карт каждого персонажа игроку полагается указанное на такой карте число очков. Наследство генерала позволит получить дополнительные очки или даже удвоить их число. Престол Кореи Новая Династия это соперническая карточная игра, опирающаяся на блеф и тонкий расчет комбинаций. Борьба за престол стимпанковской Кореи еще никогда не была столь напряженной. Продолжение следует... ...